МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Регион ТВ», подготовленную совместно с журналистами телекомпании «Мозыря», «Жлобина», «Речицы», «Гомеля» и «Светлогорска» в студии Виктория Шинкаренко. В этом году исполняется 100 лет со дня образования Вооруженных сил Республики Беларусь. В честь юбилейной даты в стране проводятся различные мероприятия. Большое внимание в программе отведено подрастающему поколению. В учебных заведениях проходят уроки мужества, спортивные состязания. Одно из мероприятий состоялось в «Речице» на базе средней школы номер 10. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Старшеклассников до призывников военный комиссар призвал быть собранными, проявить свои качества и навыки. На этих соревнованиях вы покажете свои навыки, уже сможете ли вы стать защитником своего отечества, своей родины, своих близких родственников, друзей. Именно с этого возраста, когда вы еще не сформированное тесто, с вас нужно делать настоящих мужчин. Сейчас никто из вас еще толком не умеет ни похладиться, ни пришить логовицу, ни приготовить самостоятельно кушать, потому что вы только в интернете умеете лазить. Так вот, мы проводим такие соревнования, посвященные 100-летию вооруженных сил, а у нас в этом году народ отмечает будет 100 лет со дня образования вооруженных сил Дня защитника Отечества. И мы вас будем готовить, учить, и потом лучших из лучших представим на обозрение всей республики. Понятно? Желаю вам успехов в победе в соревнованиях и будет победить сильнейший. Состязались будущие защитники Отечества на протяжении трех дней. Соревнование было разделено на два блока – военный и спортивный. В рамках военного блока команды показывали свое мастерство в строевой подготовке сборки-разборки автомата и стрельбе. Оценивали уровень подготовки профессиональные военные. Делали это по-военному строго, без скидки на юный возраст. Подходит к столу, по команде к оружию, берет оружие, снимается. Нет, палец вне спускового крючка, оружие на предохранителя. За палец на спусковом крючке минус 20 штрафных баллов. Было заметно, что мальчишки волновались, показывая перед судьям местноровку, выносливость, умение четко выполнять команды и задания. Конечно, присутствие на соревновании военного комиссара района Игоря Несловского дисциплинировало ребят и вызвало у них стремление выступить достойно. Каждый участник старался доказать присутствующим, что будущее нашей страны в надежных руках. 12, 18. Молодец. Подобное соревнование для ребят – хорошая возможность в некой мере посмотреть на воинскую службу изнутри, почувствовать себя солдатом. Программа состязаний в целом включала в себя дисциплины, которые позволяют будущим защитникам Отечества в полной мере проявить себя и испытать на физическую мощь, силу, выносливость. Словом, продемонстрировать все те качества, которые пригодятся в дальнейшем во время службы в армии. По мнению организаторов мероприятия, молодые люди с удовольствием окунаются во все военно-спортивные игры и патриотические мероприятия. И, что немаловажно, при этом показывают хорошие результаты. На этот раз призовые места распределили следующим образом. На третьей строчке таблицы лидеров – детский сад средней школы номер один. На втором месте – команда средней школы номер два. Победителями признаны учащиеся средней школы номер семь. В Светлогорске в Центре творчества детей и молодежи Ювента выбрали лучшего классного руководителя. Какой он? Классный-классный. Подробности в сюжете. На минувшей неделе в Центре творчества детей и молодежи Ювента выбрали лучшего классного руководителя. В финальном очном туре районного этапа областного конкурса профессионального мастерства лучший классный руководитель Гомельской области встретились семь педагогов. Оксана Волкова – первая школа, Татьяна Лацко – четвертая школа, Светлана Поплавская – гимназия, Татьяна Баранова – средняя школа номер восемь, Алена Макарова – десятая школа, Наталья Тимошкова представляла одиннадцатую школу, а Галина Косых – Печищанскую. Конкурсантки подготовили интересные самопрезентации, стараясь в своих выступлениях отразить, насколько насыщенная жизнь классного руководителя и что они, педагоги, на одной волне со своими учениками, понимают и вценят, дарят частичку своего душевного тепла. Главное на свете – это наши дети. И на всей планете знают все. Главное на свете – это наши дети. Классные руководители рассказывали о себе, сотрудничестве с коллегами, взаимопонимании со своим классом, делились творчеством, увлеченностью и профессионализмом. Любимых педагогов поддерживали ученики, а также их родители. Я скажу, как ученица, школа может ей гордиться. Привыкли вместе радость и горость и делить. И нашей классной маме поддержку ощутить. Любой конкурс для учителя – это прежде всего возможность раскрыть свой творческий потенциал, систематизировать опыт работы, проанализировать и выбрать самые действенные формы методики, которые дают результат, ведут к успеху педагога и его учеников. Участники нынешнего состязания доказали, что они талантливые, креативные, готовые открывать что-то новое для себя и своих воспитанников. Презентации получились оригинальными и содержательными. И неудивительно, ведь педагоги – люди творческие. А как иначе? Ведь на них возложена не только образовательная миссия, но и воспитательная. О том, каким должен быть классный руководитель в современном мире, какие функции выполнять, представилась возможность поразмышлять участникам в следующем этапе конкурса. Судьи подвели итоги по каждому выступлению и определили, кто же будет представлять Светлогорск на области. Лучшим классным руководителем была признана Наталья Тимошкова. Второе место присудили Татьяне Лацко, на третьем месте – Светлана Поплавская. Все участники районного этапа областного конкурса профессионального мастерства были награждены дипломами финалистов и денежными призами. Первый школьный урок состоялся для малышей Мозорского 40-го детского сада. В школе номер 16 дни дополнительных каникул для первых и вторых классов решили использовать для дополнительного знакомства с будущими учениками. Пока без белых бантов и солидных рюкзаков. Воспитанники четырех старших групп 40-го детского сада пришли в 16-ю школу на свой первый школьный урок. Как выглядит учебный класс? Удобно ли сидеть за партой? И какой он школьный звонок? Ответы на эти и другие вопросы смогли получить десятки будущих первоклашек. Приемственность между садом и школой учителя считают залогом успешной адаптации маленьких учеников. После небольшой экскурсии по школе у детей сегодня первый их настоящий школьный урок, где они могут себя почувствовать настоящими учениками. Для того, чтобы завтрашний день, который они проживут в нашей школе, был для них интересным, ярким, запоминающимся и, конечно, без страха. Мы уверены, что вот такая форма работы, такие встречи будут одной из тех добрых и славных традиций нашей школы. Для ребят это не первое посещение школы. В качестве гостей они присутствовали здесь и на новогодних мероприятиях. Взаимное посещение занятий, экскурсии, консультации, совместное заседание методических объединений воспитателей, учителей и психологов, родительские собрания с участием школьных педагогов, как и все совместные мероприятия, направлены на адаптацию детей к обучению в школе. Полезной встреча была и для педагогов. Евгения Анатольевна Черенкова в этом году выпускает четвертый класс. Признается, расставаться, как всегда, будет сложно, а после самостоятельных десятилеток дошколят окажутся совсем малышами. Когда они вошли, была первая реакция, боже, какие маленькие, совсем маленькие. Но вот немножечко с ними поработав, мы уже понимаем, что детский сад уже сделал очень многое для школы. Они организованы, они слушают, они воспринимают уже нас как новое все. Но учителю всегда не только страшно, а, вы знаете, мне еще очень больно отпускать своих детей с теми, с которыми прожили четыре года. И беды, и невзгоды, и радости, и победы, и поражения. Мы пережили все вместе, и поэтому мы еще живем с детьми своими, так будем говорить. Но уже думаем и о тех, кто к нам придет. Свой первый звонок малышу услышат только спустя полгода. Есть время подрасти и окрепнуть. Учителя советуют родителям сконцентрировать внимание на здоровье и положительном настрое малышей. Это очень хорошо, конечно, когда ребенок приходит подготовленный. Но в нашем случае хорошо, если он идет с хорошим настроением в школу, если он не боится школы, если он готов работать в школе, если он уже любит школу. Вот это я считаю самое главное. В сентябре эти ребята начнут обучение в разных школах города. Но первое впечатление и уверенность в том, что учиться в школе интересно, останутся в памяти надолго. Лидия Поттер, Виктор Цирулик, Юрий Горобец, телеканал «Музырь». Романтический батл среди влюбленных пар. Организовали в Светлогорске. За аналог взяли некогда популярную игру «Любовь из первого взгляда». День Святого Валентина отпраздновали в минувшую пятницу в Доме культуры энергетиков. В честь праздника была организована романтическая игра. Участие принимали три пары – Константин и Кристина, Егор и Дарья, Артем и Елизавета. Влюбленные должны были подготовить несколько заданий к этому состязанию. Также их ожидал конкурс-сюрприз. Первой традиционно была визитка, в ходе которой участники должны были презентовать жюри и зрителям свою лав-стори. Знакомство, блеск в глазах, вспыхнувшая искра – все, как в лучших фильмах о настоящей любви. Пары попробовали раскрыть в стихах и танцы свои искренние чувства. Согласно условиям конкурса, влюбленные подготовили видеопрезентации и творческие домашние задания. А еще в одном из туров отгадывали песни по танцевальным талантам друг друга. Все участники романтических соревнований были награждены дипломами, а также подарками от ДКЭ и Арифлейм. Победителями были признаны Егор и Дарья. Награда влюбленной паре – два билета в кино и романтический ужин в пицца «Смайл». Школа Бёрдвотчинга откроется в Мозре в конце февраля. Слушателями бесплатных занятий могут стать совершеннолетние жители, а также дети с родителями. Андрей работает на одном из предприятий соседних Калинковичей, а в свободное время увлекается фотографией и общается с природой, наблюдая за птицами. Через пару недель своим опытом и обширными знаниями он начнет делиться со слушателями первой в Мозре школы Бёрдвотчинга. Наблюдение за птицами выбирает любой желающий, тот, которому либо подсказали, либо сам каким-то образом пришел к этому, которого заинтересовала птица, скачущая в парке, на дереве смотрящая на него с ветки. То есть, а кто это смотрит, кто скачет, люди не знают и пытаются у кого-то спросить, либо почитать где-то что-то. И это хобби называется Бёрдвотчинг. От малого до великого любой желающий, любой интересующийся человек может стать наблюдателем, бёрдвотчером. Школу наблюдения за пернатами откроется в 10 городах, три из них в Гомельской области. Проект поддерживают ПРООН и Министерство здравоохранения Беларуси. Медики считают, наблюдение за птицами во время пеших прогулок на свежем воздухе полезно для здоровья. А слушателям бесплатных занятий расскажут о птицах все. А еще познакомят с модой Бёрдвотчинга, что одевать на наблюдение, чтобы было удобно. Как правильно прокладывать маршрут, чтобы встретить интересных пернатых экземпляров. В планах 8 теоретических занятий и 2 полевые экскурсии. Мозыряне смогут познакомиться с самыми редкими представителями фауны, обитающими в регионе. Для Мозырящины уникальными видами могу назвать это Белая Лазаревка. Уникальнейший вид, красивейшая синица, обитающая в России. И таким отдельным пятном есть у них ареальчик небольшой в Беларуси. В Европе ее нету, поэтому тысячи-тысячи европейцев просто жаждет ее увидеть. Едут к нам, специально организовываются туры, приезжают целые автобусы иностранных наблюдателей смотреть на нашу синицу. По словам Андрея, на Мозыщине обитает примерно 200-250 видов птиц. Даже в зимнее время, прогуливаясь от площади Прямостовой по набережной до площади Горького, внимательные мозыряне могут заметить 10-15 разных представителей птичьего мира. Узнать все и даже больше можно на занятиях в школе. Они, к слову, начнутся в конце февраля-начале марта. Запись по телефону 8 033 680 1672. Екатерина Юрченко, Светлана Горько, Вячеслав Пересыпкин, телеканал Мозырь. В Светлогорске с 9 по 11 февраля на базе с Дюшор номер 1 проходило первенство Гомельской области по баскетболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. С 9 по 11 февраля на базе специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 1 проходило первенство Гомельской области по баскетболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. Торжественное открытие соревнований и гонка за первенство в турнирной таблице началась. Участие в соревнованиях принимали спортсмены из Речицы, Жлобина, Калинковичей, Чечерска, а также две команды из Гомеля. Светлогорск тоже представляли две команды. По итогам серии игр турнирная таблица выглядит следующим образом. На третьем месте гости из детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Гомеля. Второе место досталось постоянным конкурентам светлогорцев – баскетболистам из Калинковичей. Команда «Светлогорск-1» стала победителем соревнований. Она завоевала право представлять нашу область на первенстве республики. Республиканский турнир по греко-римской борьбе имени мастера спорта Валерия Филимончика прошел в Светлогорске. В минувшие выходные в специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва номер 1 состоялся четвертый открытый традиционный республиканский турнир по греко-римской борьбе имени мастера спорта СССР Валерия Филимончика. Участие в соревнованиях принимали команды из разных городов Белоруссии. Всего за золото боролись 250 спортсменов. В борьбе греко-римского стиля быстрота, сила и упорство имеют большое значение. Чтобы победить, нужно не только хорошо владеть приемами и техникой этого единоборства, но и устоять во время атаки соперника. Напомним, что этот турнир уже четвертый раз проводится в честь Валерия Филимончика, который стоял у истоков школы греко-римской борьбы в Светлогорске. В начале февраля именитый спортсмен, заслуженный мастер спорта, отметил день рождения. Ученики борцовской школы решили поздравить своего учителя и подарили ему велосипед. Что касается итогов турнира, то Светлогорская команда оказалась в лидерах. На втором месте Гомель-Мозырь замыкает тройку лидеров. Командам губки и вымпелы, спортсменам, показавшим лучшие результаты, дипломы и медали различных степеней. В Речицком районе на базе Ровенско-Слободской средней школы состоялась товарищеская встреча по мини-футболу между командами КСУПов Держинский Агро, Фрунзе Агро и Речицкие электрические сети филиала РУП Гомель Энерго. Главная цель мероприятия – приобщение работников предприятий к спорту, здоровому образу жизни и выявление лучших спортивных команд. Перед началом товарищеского матча состоялось торжественное построение команд. Прозвучал государственный гимн. На предприятиях сельскохозяйственной отрасли и в структурных подразделениях реческих электросетей физической культуре спорта уделяется должное внимание. Команды ежегодно принимают участие как в отраслевых спартакиадах, так и в круглогодичной районной по различным видам спорта. В товарищеской игре по мини-футболу сразились лучшие из команд района. Подобная встреча – хорошая возможность популяризировать здоровый образ жизни. На территории совета и на территории хозяйства, на других хозяйств, естественно, уделять спортивным большого внимания у нас не удается, но тем не менее. Молодые специалисты, молодые парни играют. Здесь есть очень солидная площадка с искусственным покрытием. Мы думали играться именно там, но встал мороз, сыграем в спортзале. Поэтому спорт порождает здоровье, а здоровье порождает нацию. Поэтому будем думать, что он все выиграет. Всегда выигрывает спорт и здоровье. Спорт у нас, конечно, имеет высокую планку. Мы постоянно и в выходные дни, и в нерабочее время проводим всякие спортивные мероприятия. Футбол на высоте, потому что команда подобралась с разных подразделений. У нас порядка 15 человек, и заняли мы, всегда, вернее, занимаем призовые места. Были фаворитами 2017 года. По Рижскому району первое место, по области второе место. Но мы молодежь так воспитываем. Стремимся к тому, чтобы был и спорт на высоте, и работа на высоте. Несмотря на дружеский характер встречи, борьба за мяч была напряженной, полной острых моментов. В итоге почетное третье место завоевала команда Ксуп Фрунзе Агра, второй Ксуп Держинский Агра, футболисты реческих электросетей, в очередной раз подтвердили свое лидерство. Игрокам вручены сладкие призы, грамоты, команде, победительнице, главный приз кубок. Совершить путешествие в другие миры, не покидая родного города. В Музее народной культуры Полесская Веда открылась первая персональная выставка Александра Мастича за открытыми дверями. О космических полетах и жизни на других планетах рассказывают 30 работ автора. Свободный полет фантазии и никакого реализма. А как еще можно было бы рассказать о жизни в далекой галактике, когда наука не торопится отвечать на главный волнительный вопрос человечества? Есть ли жизнь на других планетах? Мозорский художник Александр Мастич уверен, не только есть, но и обладает самыми непредсказуемыми формами, которые порой не так легко запихнуть в картинную раму. О нарушении границ формальных и мыслимых, если художник и задумывался, то точно не в седьмом классе, когда впервые открыл для себя учебник по астрономии. Первым увлечением из искусства для него стала фотография, тогда как живопись казалась такой же нереальной, как и далекие планеты. Фантастический полет, моделирование иных миров, космический проект. Название картин словно сошедшее с черновиков Вернадского или Циолковского. Лишний раз напоминают, с какой тщательностью Александр Мастич подходит к своим произведениям. Некоторые картины создавались на протяжении 10 лет. А еще за тем, что кажется мимолетной фантазией, скрывается целая художественная школа. Первый мой художник, которым я впечатление получил от художника, это Исачев Александр Исачев. Он художник такого мистического жанра. Это художник, который писал мифологию, который писал библейские сюжеты. Его друг Семен Сурпин здесь, в Мозыре, работал. И я к нему попал как раз в мастерскую и у него занимался. Вот с этого берет мое творческое начало. Графика, живопись, фотография. Сегодня уже под его педагогическим руководством воспитанники детской школы искусств номер 3 открывают для себя увлекательный мир искусства. А ведь за открытыми дверями мастерам своего дела это сделать намного проще. Первая персональная выставка Александра Мастича доступна посетителям Полесской Веды со вторника по субботу до 6 часов вечера. Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь. Это был последний сюжет нашего выпуска. Смотрите «Регион» на следующей неделе. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова